Ну что, я помыла голову, вытерла полотенчиком, походила просто с мокрой головой, потому что я не люблю сушить волосы, когда они очень мокрые, все в воде. Нанесла вот такое вот средство, очень мало, так, на прикорневой, ой, господи, корней чуть-чуть и немножко на длину, вот. А, до этого на кончики нанесла вот такую штуку, силикончик. Ну и все, сейчас буду сушить, сушить, а потом делать объемчик. Я их высушила, вот с такой вот интересной расчесочкой, пока не утюжила, ничего не делала. Все, пускай теперь отлеживаются, отдыхают, а я сейчас буду заниматься, наверное, гримом. Что я делаю? Компетишн колор, бейзбол, база веснув. Наниваю муночку. Билет. Закрыли. И сейчас буду наносить вот такую губку. Ребятушки, специально для вас, мне пришлось садиться, наливаем в емкость грим, берем губку, макаем, отжимаем и, так, видно там, вот такими движениями наносите грим. Можно так. Тоненьким слоем. Проверяйте обязательно на свет, чтобы не было никаких полосочек. Вот так вот наносим, тонкий-тонкий слой. Поверяем. Попец обязательно. Итак, приступаю к объему. Беру такие замечательные щипчики. Вот такие зубчики. Так, ну все волосы я делать не буду, никакого лака тоже делать не буду, а вместо лака будет начес. Я не люблю лак, потому что он все равно волосы слепляет и делает грязными. Не буду много. Вот, смотрите, как уже много. Надо проверять, чтобы слишком не переделать этот объем. Даже нам по две много, надо по одной вот так вот. Раз и все. Да, я бы даже сказала, многовато хочется уже расчесать здесь. Все. Ну ладно. Итак, блин, я заметила, что я когда начинаю снимать видео, я постоянно говорю, и так. Я буду за этим следить, чтобы не произносить больше так. Итак. Сзади я уже сделала, с правого боку почти сделала. А верхушку я, кстати, оставила, потому что, чтобы не переусердствовать, я ее сделаю в последний момент. Кстати, когда вот у корней мы волосики вот так вот поднимаем, они дольше становятся чистыми, остальные, вернее, чистыми. Потому что голова потеет, а так вот туда попадает воздух, и они не так грязнеют сильно. Вот. В общем, оставила на верхушечку. Сейчас будем, буду думать, что мне тут сделать. Большой объем я не люблю. Сейчас еще у меня нет глаз, поэтому так смешно все выглядит. Вот. Вот. Сейчас потихонечку вот туда назад буду зачёсывать их. И. Так. Покажу вот, в принципе, мой набор косметики, начиная с тона. Использую различные всякие тоналики. Мне нравится имбулат. Шанель хороший. Это для затемнения, но я его редко использую. Я в Америке взяла для черных женщин. Черных женщин. Тоже хороший для затемнения. Бронзатор. Самый темный тоже для затемнения. Также поповская вот такая штука. Тоже классная для контуринга. Здесь есть разные оттенки темного. Средненький и хайлайтер. Там очень хорошо подходит. Это тени для бровей. Жидкая. Карандаши. Классная штука тоже в НГО взяла. Очень блестит хорошо. Тени. 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 Темные тени я использую. Ну, мало. Так, что тут. Ну и губы. Это все оттенки красного. Подводка. Это... Как это называется? Скажите мне. Ну, чтобы синяки замазывать. Да, в общем-то и все. Пудра. Всякие разные карандашики для глаз. Для губ. Ну и все. Вот весь мой набор косметики. Ваа, течет. Все течет. Все течет. Не люблю. После самолета, кстати. Все так утекает. Так, под глазками вот эту синеву убрать. Вот так обесцветила все глаза. Нанесла на верхнее веко. Полностью все беленькое. И немножко с перлом утром. Смешная, да? Потом взяла потемнее тени. Нанесла вот сюда. И теперь беру самые темные и аккуратненько начинаю с уголка. Удлиняя глаза. Да. Но очень осторожно, потому что, чтобы сильно не перетемнить. Самый главный будет момент, это когда мы наклеим ресницы. Нарисую стрелки. Вот тогда будет конкретно уже макияж сценический. А пока это все так, подготовка. Вот. Цвет какой-то дополнительный тоже в самом конце можно нанести. Для меня, наверное, самое трудное было нарисовать стрелки. Длинные и большие стрелки вверху и я еще нарисовала внизу. Вот такой вот штучкой интересной. Правда, она у меня уже закончилась. Вот они, расходные материалы. Нужно еще косметику покупать. И так дофига ее. Так, что теперь буду делать? Теперь я возьму какой-нибудь цвет, типа розовенького. И буду дальше наносить навеки. Нашу самые блестящие тени. Наношу тоналик теперь. После теней я немножко смыла мицеллярной водой то, что насыпалось сюда, все блестки, чтобы здесь все было чистенько. Наношу мой тон лица вот, так сказать, вот сюда на лоб, на нос, на фейс. Особо не заходило вот сюда, потому что здесь все нужно будет затемнять и буду использовать более темные тоналики. Сейчас беру более темный тоналик, нанесу чуть дальше по лицу. И, кстати, тоналик наносить лучше вот такой вот кисточкой. Она натуральная и довольно-таки плотненькая. У меня есть еще вот такая кисточка, вот, но такой не очень удобно. Это более быстро и четко все располагает на нашем лице. Ну вот, более темный нанесу вниз. Ой, как он приятно пахнет, шанельский. Кстати, почему-то больше таких нет в магазине, я не видела уже, не продается. Над губой наносить не буду, чтобы у меня не было усов вот такими вбивающими движениями наносим. А вот так по чуть-чуть совсем. Убираю волосы. На переднюю часть лица я уже не наношу. То есть мы идем от светлого к темному, от центра в стороны. Я не знаю, как это делает профессиональные визажисты. Я не профессиональный визажист. Я только лишь профессиональная бикини. Сказанула. Вот. Хотя подучиться на самом деле нужно. Какие-нибудь курсы, макияжи обязательно можно пройти. Чтобы знать, как все это правильно наносится. А вообще можно доверять своей интуиции. Так, ну что. Это, кстати, у меня нанесен только первый тон слоя. И вот сейчас, допустим, лицо мое как тело. Но я нанесу еще один слой грима, поэтому тело будет темнее. И лицо, естественно, должно переходить плавненько из цвета тела в цвет лица. Теперь вот такую штучку буду затемнять лицо. Подчеркиваю скулы. Вы подбираете под свой тип лица, где вам нужно затемнять. Но по контуру тоже надо обязательно, опять-таки, чтобы лицо с гримом у нас все сочеталось. Ну и, конечно, это все нужно будет растушевать. Раскрас. Боевой. После растушевки мое лицо становится темнее. И, опять-таки, растушевываем очень тщательно, постепенно. Проверяем на свет. Можно даже подойти к окну и на дневном свету все это посмотреть. Обязательно вот туда в волосы все забивайте, чтобы не было никаких четких полос, что у вас там белая кожа. Ушки тоже пройтись. Вот так волосы. Ой, смазала. Отодвигаем. Вот так вот. Чтобы все это мы не смазывали, это надо будет потом припорошить пудрой. Сначала сухими корректорами, контурингами, а потом уже можно прозрачной пудрой пройтись все лицо. Продолжаем. Сейчас буду, наверное, клеить ресницы и еще брови. Я рисковала брови. Но если будет очень ярко, я возьму щеточку и просто их подращешу, и цвет идет. Все, пошла клеить ресницы. Прошло довольно много времени, потому что я еще раз гримировалась. И потом еще третий. Ну а сейчас у Протан есть вот такая штучка. Я ею делаю контуринг, наношу аккуратненько на вот эти части и растушевываю по краям. Ни в коем случае, конечно, на места под глаза, на нос, над губами. Ничего не надо это наносить. Вот. Если даже вы чуть-чуть переусердствовали, вы можете взять снова тональную основу, которую использовали, и нанести сюда и снова размазать. Вот. Наклеила реснички. Сейчас еще накрошу губки и покажу готовый вариант. Все. Макияж готов. Теперь доделаю прическу. Сейчас подумаю, что сделать. Сейчас подумаю, что я сделаю. И покажу. А вот такой у меня получился макияж. Я ничего не поправляла, кстати, в макияже. Вот. Весь день там простояла. Так все и продержалась. Даже губы. Не докрашивала нитчиком. Свет как-то желтый. Надо было играть. Сейчас. Чиз. Да все. Нет света хорошего. Кстати, я решила разделяем Queen. Когда�로 мы изучаем додledку. И так далее. Продолжение следует...